Всем привет, дорогие друзья! Я Светлана Гаспарович и добро пожаловать на мой канал Дом Творчества. Джинсы проделали длинный путь от одежды моряков и ковбоев в удобную и модную повседневную одежду. Сейчас джинсы – это самая популярная одежда в мире. В гардеробе среднего жителя Земли насчитывается минимум 2 пары джинсов. Но уж если у вас есть вещи из джинсовой ткани, то всегда будет уместно добавить изюминку к вашему образу. Именно этим мы с вами и займемся и сделаем своими руками оригинальный браслет из джинсов. Для этого нам понадобится 3-4 полоски из джинсов шириной 2,5-3 см, длина каждой около 50 см и атласная лента нам нужна, ширина которой 2,5 см, а длина примерно 70 см. Так, приступаем. Из узких полосок мы делаем жгутики. Это будет основа нашего браслета. Как вы видите, в работе я использую клеевой пистолет и наношу клей вовнутрь нашего жгута, чтобы его не было видно. И скручиваем жгутик. Если в ходе работы вы вдруг увидите, что наш жгутик немного будет раскручиваться, то возьмите и подклейте его опять, капнув клей на невидимую часть нашего жгутика. Продолжение следует... Разрезаем наши получившиеся жгутики на 3 отрезка, длина которых будет равна хвату нашего запятника. А концы обязательно подклеиваем, чтобы они не раскрутились. После чего нам нужно эти 3 жгутика склеить между собой. Здесь мы тоже будем использовать клеевую пистолет. Так, померяем еще раз, все ли верно мы делаем. Отлично. И чтобы концы нашего браслета имели красивый вид и они могли как-то соединяться друг к другу, мы берем ленту и кусочек джинса такой же ширины, как и наша лента и соединяем. А затем приклеиваем к краю нашего браслета. Отворачиваем кусочек джинса и закрываем срез нашим жгутиком. А наверх мы наклеиваем нашу ленту. И то же самое мы будем делать и с другим краем браслета. Не забывайте края ленты опаливать. Это можно сделать с помощью зажигалки, либо свечки. Нужно это сделать для того, чтобы они не ссорились. Ну вот, браслет почти готов. Осталось нам его украсить. Для этого мы берем полоску шириной 3 сантиметра и делаем цветок тоже из жгутика. Получается у нас такая улиточка. И чтобы она не расходилась, мы ее будем также склеивать. Диаметр нашего цветка должен получиться 4 сантиметра. И по такой же технологии мы будем делать второй цветок, только диаметром уже меньше 2 с половиной сантиметра. Продолжение следует. Третий цветок мы тоже сделаем из жгутиков только добавим еще ленту размер цветочковой 3 сантиметра из оставшегося куска ленты мы сделаем рюшу для нашего большого цветка для этого возьмем иголку и соберем ленту на ней сантиметра Размер нашей рюши мы можем определить путем накладывания на нее цветка, на рюшу. И сшиваем срезом, чтобы наша рюша не распустилась. После чего смело приклеиваем нашу рюшу к цветочку. У меня в моей работе получилось сильно много рюши на цветке, то есть она сильно выступает. И мне показалось это не очень красивым, поэтому я уже после съемки этого видео ее переделала. У нас получилось таких три милых нижних цветочка, которыми мы теперь будем украшать наш браслет. Большой цветок я расположу посередине, а остальные по бокам. Моя цветочная композиция, она специально расположилась не посередине нашего браслета, так как бантик, который у нас будет завязываться из лент, я бы хотела, чтобы он находился возле наших цветков. И завершающим этапом изготовления нашего браслета, это приклеивание наших бусин, жемчужин. Я посчитала, что это будет очень красиво и нежно. С таким браслетом вы не останетесь незаметны. Вы можете использовать ленту совершенной любых цветов, которая подойдет к вашему гардеробу. Такое украшение завершит ваш образ. А изготовить подобное украшение под силу самой маленькой модницы. Я надеюсь, вам понравился мой мастер-класс, и вы обязательно сделайте себе такое украшение. И поделитесь своим результатом с нами. Ну а если вы хотите дальше узнавать больше идей от меня, как сделать красивые вещи своими руками из старых джинсов, тогда подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. До новой встречи!